Приветствую вас и, по моему мнению, основной причиной, по которой у вас отношения начали разрушаться спустя два месяца, как вы написали, значит, вот вы были в отношениях, потом два месяца разрыва, потом снова отношения начались и теперь опять разрыв. Значит, тут на самом деле нужно обязательно отметить, что та первичная причина, которая повлияла на ваш первый разрыв, она осталась. Она никуда не делась. Да, под наплывом чувств, под наплывом эмоций, если угодно, на какое-то время, на какой-то момент эти проблемы отошли на задний план, на более дальнюю перспективу. Но, когда вы вновь начали встречаться, когда вы вновь начали быть парой, то проблемы, которые были, которые остались нерешенными, они вновь дали о себе знать, собственно говоря. И, пожалуй, в этом темпе и кроется основная беда, потому что вы не отдаете себе отсчет в том, какие у вас проблемы с вашим партнером. Вы не замечаете, судя по всему, этого. И отсюда все беды, отсюда конфликты и так далее. То есть нужно действительно, как вам указала коллега, смотреть, какие проблемы у вас были, до чего вы расстались за своим партнером. В первый раз, на что повлияло, как бы, что послужило причиной для того, чтобы вы расстались. И постараться именно эту проблему разрешить. Потому что, пока она не будет разрешена, ну, я надеюсь, вам понятно, я надеюсь, что пока проблема не будет разрешена, вы не сможете никаких отношений, никаких отношений нет сохранить. У вас не получится, потому что проблема всегда, вот эта проблема, которая повлияла на ваше расставание, она всегда будет вам мешаться. То есть, да, у вас, понятно, есть чувства, да, чувства есть, и это видно, раз вы после разрыва все равно как-то сошлись и так далее. Это все действительно, да, но, как бы, не меняет этот факт, что есть неразрешимые блоки, неразрешимые блоки для вашей совместной жизни. И в первую очередь вам нужно, на самом деле, вот именно в первую очередь, если говорить о том, что делать, то вам нужно в первую очередь поговорить со своим партнером. Поговорить с моим партнером о чем? О том, что ему вообще не нравится, что его не устраивает, что бы партнер ваш хотел быть, что партнеру нужно, опять-таки, от вас, например. Вот это, ну, пожалуй, самый военный момент, который на сегодня является ключевым для построения ваших отношений. А дальше, когда вы будете знать, чего вашему партнеру не хватает, а вот дальше, когда вы будете это знать, уже можно будет смотреть, уже можно будет делать какие-то выводы, то есть, можете ли вы исправить ситуацию, можете ли вы дать человеку то, что ему нужно или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.